Доброе-доброе утречко, моя семья и моя интернет-семья. А вы видите вот такую картину, а это значит, что это моя летняя резиденция. Вот такая красота у нас. Посмотрите, это вам букет. Вот такой вот у меня сегодня букетик для вас. Вот так вот. Так, это собачки у вас. У нас собачки. Так, все. Такая красота. Солнечно, все в лучах. Гомон птиц, потому что именно сейчас в ноябре они пролетают мимо нас. И улетают в теплые края через нас из более северных стран. Откуда-то они уже давно улетели, в октябре, а у нас вот они сейчас все собираются в стае в ноябре. Очень тепло. Довольно-таки. И я хотела поговорить, знаете, о чем? Сейчас я покажу вам. Да, кстати, отсюда я убрала скамеечку. Вот сюда, в кухню. Сейчас всем привет, во-первых. Всем-всем-всем привет из моей летней резиденции. Сейчас я собираю питание. И вот вспомнила вопрос по поводу муки. Видели, как я в кофемолке перемалываю свою собственную муку. Да, кстати, кто не знает, это проросшая чечевица. Это не чечевица, это соя. Чечевицу я тоже проращиваю сейчас. Поэтому она у меня на языке. Здесь у меня топинамбур. У меня своеобразное питание. Не такое, как у других. Здесь у меня морская капуста. То есть я себе вот такие вот штуки делаю. Вот, где бы я ни была, на зимней резиденции, на летней резиденции, где бы я ни была, всегда отдельное питание. Это способствует молодости. Ну и, конечно же, у меня своя мука. Я ее помещаю вот в такую штучку из-под хербалайфа, да. Вот сюда, вот здесь у меня. Так, сейчас я вам покажу. Вот, вот тут у меня, видите, это толокно. Вот такое вот я всегда его покупаю, употребляю. Там мой муж еще, он собирается виноград срезать весь. Вот, и это у меня сестричка когда-то употребляла, приезжала сюда тоже со своим питанием. Но лучше заготовки своей ничего нет. Как-то меня спрашивали, как вы относитесь к хербалайфу. Я очень нормально к нему отношусь, но считаю, что все, что там внутри, я пробовала, все это можно сделать гораздо лучше самому. Абсолютно нет смысла никакого. Идемте на берег. Пойду на берег и расскажу вам. Там такой гомон, там посмотрите, что делается. О, вы видите? Птицы собираются в сталь. И там расскажу вам по поводу... Там кто лежит? По поводу муки. О, посмотрите, какая красота. Идемте посмотрим. Кто-то у меня здесь лежит. Кто-то здесь лежит. Давайте посмотрим. Так вот. Кто-то вон копает, а кто-то лежит. Дай я тебя хоть поцелую. Антошка, давай хоть поцелуемся с тобой. Мой красавчик. Что ты делаешь тут? Так, копаю, вот эти будем садить. Что? Какие-то кучки. Расскажи, какие. Какие они будут? Желтенькие? Весенние самые первые. Да, 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 это желтенькие. Не, не такие. Это вот такие, рядышком. Вот такие. Вот такие, да. Они будут очень классные. Ранее, ранее этой весной. Правильно, молодец. Вот умничка, такая умничка. Так. Вот детки чем занимаются на каникулах. Умнички. Молодцы. Сажают кустики желтенькие, чтобы весной была красота. Так, это Антошка наша. А я вот сюда. Выйду. Вы помните, это мои соседи. Мы с ними. У меня много видео с ними. С детства ходим в лес. Мои ребятки. Купаемся вместе. Там много видео с ними. Так, проверим. Тут чистенько. Все в порядке. Вот. Вроде как все в порядке. И так. Кто любит хлеб? Я вам сразу скажу. Кто любит пышный, с корочкой. Вот мука рафинированная, да. Ультрамелкого помола. Она практически не содержит полезных компонентов. Поэтому, когда вы стоите в очереди, или идете и покупаете, и выбираете себе мягкий, свежий хлебчик, то вы очень даже рискуете. Потому что там легко усвояемые углеводы. Вот они резко и быстро усиливают аппетит. И, конечно же, пополняют ваши жировые запасы. Вам это надо? Если да, то продолжайте в том же духе. Поэтому большинство диет для похудения, они запрещают продукты из муки. Вот такой вот высокой очистки. Поэтому, когда написано мука ВС, высший сорт, это не моя мука. Я стараюсь сама, все-таки сама, перемалывать через кофемолку свою. У меня там мукомольная такая штучка специальная. И я делаю сама все это. Что такое отрубная мука? Это общеизвестная, лучшая мука, отрубная. Это из размолотых оболочек от семян. Не от семени, а именно от оболочки семени. Представляете, какая это щеточка для организма, какой это чистильщик для организма. Это потрясающая вещь. Это одна из моих фаворитов. Отрубная мука. В ней вообще широчайший спектр витаминов, микроэлементов, макроэлементов. Наиболее часто применяется мука, изготовленная именно из овсяных отрубей. Вот из такой муки сочетаются, можно сочетать с молоком, с жирно-кисломолочными продуктами. Можно даже с куриными яйцами, свежими овощами, фруктами, даже с ягодами можно. А вот с солью и сахаром, отрубную муку, а также с мясом, нельзя сочетать. Не дрожат эти продукты. Следующее, хотела бы сказать о цельнозерновой муке. Это размолотые, неочищенные от оболочек зерна. Их можно готовить в домашних условиях, так как я вам сказала, в кофемолке. С помощью ручных кофемолок, электрических, каких хотите. Кто-то здесь пищит. Важно перед помолом удалить из зерновой массы больные почерневшие. Там какие-нибудь деформированные, поврежденные зерна. Конечно, промышленно делать такую муку невыгодно. И вам никто ее делать не будет и продавать не будет, даже если будет написано, что это цельнозерновая мука. Почему? А потому что она быстро портится и не подлежит длительному хранению. А та, что хранится и называется цельнозерновая, то в ней значит очень много консервантов. Это уже проверено. Дальше обойная есть, такая обойная мука. Она производится из цельных семян с отрубями и в отсутствии консервантов. И хранится не больше месяца. Ее тоже невыгодно делать. Но это прекрасный материал для изготовления домашней бездрожжевой выпечки. Но тоже злоупотреблять не следует. Не более 100 грамм в день. Да еще и не свежая, а слегка подсушенная. И тоже касается и пшеничной обойной муки. Дальше овсяная мука. Овсяное толокно, которое я вам показывала. Овсяное толокно. Я постоянно употребляю овсяное молоко. У меня толокно. И молоко тоже, кстати. Я делала, у меня есть видео. И у меня в рационе это тоже является фаворит. Готовят из термически обработанных зерен опса. Каши и кисели из толокна. Они укрепляют иммунитет. Эндокринную систему. Волосики. Поскольку у меня три перышка, мне постоянно надо заботиться о волосиках. Просто я родилась так. Вот вроде бы как. Но мне нравится. И я благодарна Богу за свои три перышка. Иначе бы я не получила такие знания, как поддерживать эти три перышка. Чтобы они блестели хотя бы периодически. И даже крашу. И имею возможность даже обесцвечивать. Хотя свои три перышка. И они не выпадают. Толокно. Толокно это конечно бомба. И выводит из организма холестерин толокно. И считается, что толокно вызывает противодепрессивный эффект. Улучшает ночной сон. Дневная доза это от 60 до 100 грамм. У меня толокно. Больше не советую. Рисовая мука. Рисовая мука. Вот тут будьте осторожны. Она очень калорийная. Идеально подходит для людей с нормальным или пониженным весом. Склонным к диарее, аллергиям. У кого сердечно-сосудистые заболевания. Это ваша мука. Но добавляю я по чуть-чуть. По чайной ложечке могу делать смесь. Из разного вида муки. Но именно рисовую не более чайной ложечки всегда. А вот при ожирении и запорах, мужских проблемах с предстательной железой и половыми функциями, употребление рисовой муки вообще нужно свести до минимума. Давайте посмотрим, кто здесь. Кто здесь. Слышу кого-то, но не вижу. Так всегда бывает. Скорее всего, это уточки тут прячутся. И кукурузная мука. И кукурузная мука. Она способствует усилению перистальтики кишечника. Так что вы можете сделать такую пометку о кукурузной муке. То есть показана при запорах гипотонии кишечника. Мягкая стимуляция работы почек и желчного пузыря. Мука способствует очистке организма от шлаков. Эта мука, как бы ни казалось она, кукуруза. Она для похудения. Вы от кукурузы, ну конечно в каком количестве, все кушать нужно в нормальных количествах. Но кукуруза это все-таки продукт похудения. Вот так. И от токсинов она тоже очищает, не только от шлаков. И знаете еще от чего? Если задерживаются не по делу в организме некоторые лекарства. Вот после лекарственной атаки лучше ввести в свой рацион кукурузу. Ведь многие употребляют, прямо у них какое-то сумасшествие, зависимость от аптек и от лекарств. Есть такие люди, я знаю. Ну так вот, вам надо кукурузную муку избавляться от вот этой вот всей ерунды. Выведет токсины. Лекарства это токсины. Химия это самый страшный враг всех органов, абсолютно всех органов. Поэтому будьте осторожны, будьте осторожны с аптеками. Сейчас знаю, мне начнут писать фармацевты. Хлеб отнимаешь. А вы жизнь отнимаете многие. Поэтому, ребята, не шутите. Спрос будет. Спрос будет. Как Иван Павлович Неумывакин говорил, болезни не существуют. Существует отношение к жизни и запущенность организма, закисленность. То, что вы употребляете, вот то потом в итоге вы и получаете. Только из того, что вы вовнутрь кладете. То есть таблетка, запомните, это провокатор следующей какой-то болезни, которая выльется через, может быть, год или два. И вы не будете знать, что это именно из-за таблетки, из-за химии. Люди говорят, ой, я боюсь там соду. Подождите, хлеб, там сода добавлена. Шарлотку я делаю, всегда добавляю соду. Вы не боитесь сладенькое кушать? Хорошо. А химию мощнейшую люди не боятся. Как-то так спокойно берут, употребляют и все. Это поразительно. Так вот, при наличии камней в желчном пузыре и некоторых гепатитах, следует учитывать желчегонный эффект кукурузы, кукурузной муки. Она гонит желчь. Это может осложнить течение заболевания. Вот это нужно знать. Но также надо знать, что кукурузная мука, не проходите мимо нее. Она укрепляет кости и оздоравливает кожные покровы. Повышает свертываемость крови. Из кукурузной муки я тоже делаю масочки. И это очень чудные маски. Кроме того, что я употребляю, я еще вовнутрь делаю всякие кашки типы полента. Знаете, такая каша есть? Средиземноморская полента. Вот она как раз из кукурузной муки. И еще хотелось бы сказать про гороховую муку. Благодаря желчегонному действию горох применяют в народной медицине при лечении некоторых желудочно-кишечных проблем, именно связанных со снижением тонуса гладких мышц, такими застойными явлениями. Горох подпитывает центральную нервную систему и разжижает кровь. Кто не любит горох, очень зря. Очень зря. Вот это именно продукт, разжижающий кровь. Ветрогонное действие. Ну, вы знаете, метеоризм при употреблении гороха переносится в целом нормально. Оказывает такое укрепляющее действие горошек, надо знать. Улучшает отхождение каловых камней. То есть мы очищаем кишечник толстый тоже. Горох и мука из него не показаны при подагре и холецистите. Это тоже следует помнить. Если хотите, то по чуть-чуть, по немножко, чтобы подпитать центральную нервную систему и немножечко разжижать кровь. Периодически это надо делать. Горох это вот один из фаворитов. Так. И поэтому раньше в детских садиках очень часто давали гороховый суп за неимением ничего прочего. Детки любили этот суп. Потому что... Не потому что он был очень вкусным. Он не был никаким вкусным. Просто есть-то особо и нечего было. Первое. Второе. Пуре. Пуре. Гороховый суп. Пуре. Компот из сухофруктов. Ой, не люблю я компот из сухофруктов. Говорят, полезен. Да, может быть. Ну, да, конечно, отвар из сухофруктов всегда, узвар, говорят, у нас полезен. Но, но какой же он противный. Друзья мои, как хорошо, когда кипятком залил малину, смородину, клюкву, другие ягодки, клубнику. Добавил, потом немножечко настоял, дал остыть, добавил немножко меда. Вот он, компотик. Вот это самый полезный компот. А еще, если капнуть лимонного сока, то это поразительная вкуснятина. Ну, вот и все, друзья мои. А я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близки. Пока-пока. Вот такое солнышко вам. И гомон, гомон птиц, которые собираются на той стороне озера. Там они подальше от людей. Вот там, в Оливковой роще. Там гомон сейчас. Ну, все. Люблю вас. Сейчас собираюсь на море. Поеду сейчас на море проверить дом. Все ли в порядке, как там строительство идет. Ну, и велопрогулку сделать. Так, вон они, оливочки. Все поели. Такое, вот такие беру. Добавляю. В плов. Буду готовить. Уже они сухие. Джида называется. Джида. Или дикие оливки. Все. Пошла. Пока-пока. Такой ноябрь у нас красивый. Жалко. Жарко, Антошка? Да. Правда жарко сегодня? Купаться не будете? Нет. Нет? Раньше вы купались такую. А мы и в этом воду купались. Купались в ноябре? Что-то я вот была, не видела, чтобы вы купались в ноябре. Ну, сентябрь. Не, ну, сентябрь понятно. А сейчас смотри, как тепло. Вообще класс, да? Вообще класс. Сейчас только разбежаться и плюх туда. Да, но вода холодная. Ну, водичка холодная, а температура воздуха теплая. Вот так вот. Все. Так, вот по тропинке, по тропинке. И до дома. До. Вот мой домик уже в солнечных лучах. Пошлите. Люблю вас. Пока-пока.